И здравствуйте снова, здравствуйте, приветственный куст, всем вам дорогие любимые котаны и кошечки, вы на канале Константина Якушева, я Черная Пантера, автор и ведущий данного игрового канала, и добро пожаловать в нашу семью кошачьих любителей видеоигр. Итак, что у нас с вами сегодня? В Нереальной Сотне игра под названием Golden Trials 2, The Lost Legacy, тоже игра с поиском предметов, посмотрел так на нее и тоже меня немножечко смутили какие-то вещи, из-за которых я пока не хочу проходить эту игру на 100%, типичный представитель жанра поиск предметов, но вот какие-то были элементы, которые меня оттолкнули в данный момент от прохождения игры на 100%. Давайте посмотрим, как всегда, в течение одного часа на игру, заценим, пощупаем, потрогаем, сделаем какие-то выводы, может быть кто-то из вас после просмотра данного летсплея захочет поиграть самостоятельно, может быть не захочет, в любом случае, я собственно ради этого и снимаю летсплейчики. Смотрим игрушки, которые я не беру на стрим, пока что на 100% прохождение, но все равно давайте о них расскажем на канале. Итак, как всегда, не забывайте подписываться на канал, если сегодня попали сюда в первый раз или смотрите это видео, не забывайте ставить лайки, обратите пожалуйста внимание в описании под этим стримом. Там указано очень много полезной информации, всяко разной, разнообразной, включая ссылочки на мои какие-то ресурсы, где меня можно найти, также ссылочки на карту Сбербанка, Donation Alerts и Boosty, если вдруг захотите поддержать меня финансово за все труды, которые я для вас делаю. Вот, благодарю всех спонсоров моего канала на Boosty, благодарю всех из вас, кто поддержит меня донатами, когда есть возможность, либо на карту Сбера, либо на Donation Alerts, благодарю всех из вас, кто вообще на меня подписан, кто меня смотрит, благодарю всех также, кто проявляет активность на канале, там пишет комментарии, оставляет там лайкосики, ну в общем активничает на канале. Спасибо вам всем за это большущее. Ну в общем давайте начинать, посмотрим, что у нас здесь есть и приятного вам всем просмотра. Итак, что у нас есть в главном меню, смотрите, у нас есть какие-то клеверы, которые видимо будут своего рода коллектаблами, да, соберите 150 клеверов, чтобы разблокировать эту секретную миссию. У нас будет, что у нас есть, выйти из игры, опции, бесконечный режим, нужно заработать 50 тысяч очков, чтобы разблокировать бесконечный режим. Я, знаете, нет, давайте я сразу скажу, я понял, что мне не нравится. Я понял, что мне не нравится в играх с поиском предметов, это когда в них есть система очков, особенно когда эти очки нужны для разблокировки чего-то. Я даже готов, знаете, был бы адекватно воспринимать трофеи, хотя я тоже не совсем понимаю, зачем трофеи в таких играх нужны. Ну ладно, пускай они будут, достижения в этих играх кому-то нравится выбивать, хорошо, здесь я не буду ничего говорить. Но вот извините меня, набор очков и таблицы рекордов, я считаю, что в таких играх это такое себе. И поэтому такие игры, они будут все-таки пока откладываться от прохождения на 100%, и может быть в дальнейшем будем их проходить. Черт его знает, там уже посмотрим. Есть бонусный контент и сам режим игры. Давайте сначала я переименую, переименуюсь, на всякий случай, а то мало ли, пантера. Вот, давайте посмотрим, что в бонусном контенте. Бонусный эпизод, можно прям сразу играть обои, создание игры, шутинг-галлери, не знаю, что это такое, видимо мини-игра бесконечная, гайд для прохождения и оригинальный саундтрек игры. Угу, прикольно. Так, ну и собственно что? Давай поиграем, посмотрим. Как всегда напоминаю, я буду стараться что-то переводить и по большей части молчать, ничего не комментировать. Что, чёрт возьми, здесь происходит? Вы кто такие? Я капитан Чарли Морган, барон Эдвард Морр. Вы также известны как Кит или Пират Кит. Мы арестовываем вас за множество преступлений против короны. Вас ожидает смертельное, видимо, наказание. В столице. Посадите его в карету, немедленно. Что происходит? Почему они сажают дедушку туда, как будто он преступник? Они арестовали его. Мне лучше отправиться за ними в городскую тюрьму и узнать, что же произошло. Итак, поиск в тюрьме. Дедушка должен быть где-то здесь. Мне нужно встретиться с ним, чтобы узнать, что здесь происходит. Так, ищи скрытые предметы, чтобы завершить локацию. Ага, а предметы у нас нарисованы вот здесь, да? То есть мы находим вот эти предметы на игровом экране. Inventory Tools. Это, видимо, предметы инвентаря, которые нам потребуются для использования. Ну и подсказки. Подсказок у нас всего лишь три штуки, да? А как их восстанавливать, у меня вопрос. Пока игра об этом не говорит. Вот. У нас Shoot Down Bandits. А, вот. Выстрелите в бандита, чтобы получить экстра подсказку. Ноль из нуля. Соберите 150 счастливых клеверов, чтобы разблокировать секретную миссию. Количество очков, которые вы набираете, наберите 50 тысяч очков, чтобы разблокировать бесконечный режим. Так. Это локация, название и трофеи. Трофеи пока недоступны. Вот. Что вот это такое? Давайте посмотрим. Ага. Похоже, что-то происходит на главной площади. Давайте мы посмотрим, что там есть. Нажмите на площадь, чтобы отправиться туда. А можно обратно в тюрьму? Я еще не все предметы нашел. Ну ладно, давай отправимся уже. Площадь, да? Я не понял. Либо дождь льется, дождь, наверное, идет. Все в городе, наверное, уже услышали о том, что дедушку арестовали. Возможно, я смогу что-нибудь узнать об этом, если поспрашиваю на этой площади. Так, давай, наверное, вернемся пока в тюрьму, потому что мы с ней еще не закончили. Так, и будем продолжать собирать предметы. Окей. Так, давайте посмотрим, что будет за мисклики. Очки уменьшаются. Вы уменьшаете, вы теряете очки, если занимаетесь кучей мискликов, да? То есть ошибочного нажатия. И также ваш игровой курсор на какое-то время замораживается. Вы не можете им двигать. Хорошо. Окей. Так, это из тех игр, где вот такие вот... Я говорю, вот не всем людям хочется вот заморачиваться тотальным, прям, знаете, поиском предметов. Многие люди хотят побыстрее пройти эту игру, чтобы посмотреть сюжет. И когда вот такая вот система очков существует, ну, многие люди просто не хотят в такое играть. Вот. То есть я лично из таких людей. Может быть, нас, конечно, уже осталось мало, но я вот один из таких людей, да. Ладно, давайте дальше искать предметы. Это предмет инвентаря. Он пройдет в предметы инвентаря, которые ты сможешь использовать потом. С другими предметами. Либо здесь, либо вообще в другой сцене с поиском предметов. Окей, хорошо. Используй правильный предмет из инвентаря. Угу. То есть, видимо, предметы... Если у вас происходит вот такое вот подсвечивание синеватым цветом, то получается, что на таких зонах нужно использовать какие-то предметы из инвентаря. Хорошо? Я понял. Некоторые предметы тяжелее находить, чем другие. В них содержатся важные зацепки, которые могут помочь вам в вашем прохождении. Похоже, что это женский кошелек. Держатель этого мешочка, у него должна была быть хорошая причина, чтобы прийти сюда. Угу. То есть, получается, предметы, которые где-то спрятаны в других вот таких местах, они вот здесь будут подсвечены желтым. Если предмет подсвечен зеленым, значит, он где-то вот здесь на локации. Угу. Хорошо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть они голубым подсвечиваются. Если предмет подсвечен голубым, скорее всего, получается, это предметка, с которой мы будем взаимодействовать в мини-игре в конце прохождения какой-то конкретной главы. Ну, игровой сцены. Угу. Выстрелите в них, чтобы получить дополнительную подсказку. Если застряните, используйте подсказку. Продолжение следует... На серебряном браслете красивуется надпись моей любимой Грейс с любовью, матушка. Блин, получается, короче, желтые предметы, когда мы подбираем, там написаны какие-то мини-описания, которые раскрывают сюжет. Так, я немножко вот здесь, когда подобрал кольцо, по-моему, да? Вот здесь кольцо из-за бутылки, там что-то было, но я это пропустил. Ладно, мы все равно не на сотку проходим, поэтому... Просто на будущее имейте в виду, когда видите предмет, который подбираете желтым цветом, у них бывают написаны какие-то мини-заскриптованные тексты, которые помогают раскрывать сюжет. Не пропустите это и не забудьте об этом. Субтитры сделал DimaTorzok Курительная трубка дедушки, он всегда носил ее с собой. Почему он оставил ее здесь? Субтитры сделал DimaTorzok А вот это странно, почему желтый предмет оказался не таким уж и желтым и не спрятанным. Ладно, заключение. Серебряный браслет, который принадлежал девушке из состоятельной семьи, трубка дедушки и золотая пуговица, получается, с униформы солдата королевской армии. Так, владелец таверны на этой площади сказал, что он видел, как дедушка спорил с солдатом королевской армии. Он также упомянул молодую барышню. Уверен, что этот браслет, который я нашел на ступеньках, принадлежит ей. То есть какие-то подсвеченные участки на игровой зоне, они могут задержать себе какие-то головоломки. Используйте один из предметов из инвентаря, которые подсвечены голубым цветом. Но у нас ключи есть. Ну, давайте попробуем. Так, решить загадку. Типа автоматическое решение, но вы потеряете очки. Используйте ключи в правильные замочные скважины, чтобы разблокировать тюремную дверь. Эдвард Мур, барон. Прибыл в Лондон со своим внуком, взятым из приюта в 1746 году. Был торговцем и мореплавателем. После того, как сколотил состояние, осел в Англии в особняке и получил титул барона. Генри, как ты узнал, что меня взяли, отправили в тюрьму? Я подходил к дому, когда увидел, как тебя сажают в каталажку. Ой, как это правильно штука называется? Ну, это, керридж, это, по идее, карета. А как и там названия были отдельные, карет для заключенных и для арестованных, я сказать не могу. В общем, в тележку в эту посадили, в карету. Почему они посадили тебя в тюрьму? Эти проклятые бюрократы. Они потеряли официальный документ, который наделял меня титулом барона и обвинили меня в мошенничестве. Я уверен, что вся ситуация скоро... Так, минуточку, прошу прощения. Так, прошу прощения. В общем, короче, дедушка говорит, что его, видимо, обвинили, непонятно, что вообще происходит, да? Не волнуйся, дедушка. Я... Я это прикрыл. Ты... Эээ... Я, типа, взял это под контроль. Ты вернешься домой скоро и позабочишься о лошадях. Это странно, почему они посадили титулованного джентльмена в тюрьму безо всякой причины. Что скрывает дедушка? Я думаю, мой дедушка что-то скрывает. Лучше осмотреться вокруг и найти какие-нибудь улики. Ну, давай поищем улики. Вот, крыса есть. Давай возьмем вкусную крысу. Шучу, она невкусная. Так. Летучая мышь. Карта белая. Документ, в котором... Ну, в котором гарантированно дается титул барона Эдварду Муру, но дедушка сказал, что бюрократы потеряли его. Не уйди, не уйди, не уйди. Congratulations. Еige не уйди. Догоди. Выдержание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Забавно. Сделай 5 кликов по предметам, попадающим подряд. 10, 15, 20 и 30. То есть в итоге вы вообще не должны ошибаться. То есть нажимать именно на предметы. Ровно. Знаю, где они находятся. Вот эта сюжетка, скорее всего. Заверши любую локацию без использования подсказки и ты выиграешь этот трофей. Пройди всю игру без использования подсказки, чтобы выиграть этот трофей. Но тут игру надо, короче, один раз проходить. Задрачивать, скорее всего. А потом перевозвращаться. Ну, это, конечно, сильно. Да, это сильно. И потом вот эту кнопку паблиш нажимаете. По-моему, вас должны перекинуть на какой-то сайт игры. То есть у этой игры по-любому должен быть свой сайт, который уже давно закрыт. И вы-то могли опубликовать свои рекорды. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Итак, что мы имеем? Документ, который гарантирует титул барон дедушке. Дедушка не сказал мне, почему его отправили в тюрьму. То, что документ пропал, это похоже на выдуманную историю, чтобы скрыть от меня настоящую причину. Что же дедушка прячет за ценой своей свободы? Ордер на арест дедушки, подписанный капитаном Морганом. Так, сумочка женщины, на которой написаны инициалы J.M. Ордер на арест дедушки, подписанный капитаном Морганом. Капитану Моргану нужно объяснить, почему мой дедушка оказался в тюрьме. Мне также стоит его спросить насчет девушки, которая приходила в тюрьму за день до ареста дедушки. Это может быть совпадение? Чарли Морган, капитан, сын майора, родился в Лондоне. Служил в морском флоте Англии с 1720 года. Соражался в битвах против пиратов. К сорока годам дослужился до капитана. Потом его перевели в Колчестер и назначили мэром. Он жадный... Он, короче, как это правильно сказать, господи, извините. Дотошный, типа, до жадности и власти. Типа, ему нужно это, как это, голодный, голодный до жалости и силы. Добрый день, молодой человек, как я могу вам помочь. Вы взяли под арест моего дедушку, барона Мура, на каких основаниях? О, понятно. Похоже, ты говоришь об этом Кидде. Барон Мур, он же Кид, это жестокий пират, который совершил множество преступлений против короны. Следуя закону, он будет приговорен к смертной казни. Однако, рука руку моет. Что вы хотите сказать? Почему вы думаете, что дедушка это пират Кид? Потому что я знаю, что это он и есть. Найдите судоходный журнал, да, или как он правильно называется, вашего дедушки. И я подпишу письмо, в котором будет написано, чтобы его освободили из тюрьмы. Жизнь вашего дедушки в обмен на его судоходный журнал. Мы договорились. Только действуйте быстро, потому что я тороплюсь. Хорошо, договорились. Я найду судоходный журнал Кида, и вы поставите печать на письмо. Так, пуговицы на его жакете выглядят так же, как та же самая кнопка, которую я нашел на площади. Вот почему капитан арестовал дедушку. Он хочет найти корабельный журнал и сделать все, чтобы до него добраться. Я сомневаюсь, что он его выпустит, даже если я помогу ему. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Рассортируйте книги и поставьте их в правильном порядке, чтобы открыть замок. Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Медальон на котором красуется эмблема пиратского символа братства Субтитры сделал DimaTorzok 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 Папка с газетными вырезками в которых содержится информация о пирате Киде Похоже что капитан Ки... Капитан Морган и Кид старые враги У меня очень плохое предчувствие о том что планирует Морган Здесь должны быть какие-то зацепки которые помогут мне найти судовой журнал Собери 150 счастливых клеверов чтобы разблокировать секретную миссию Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Соберите вместе кусочки карты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Старая карта ведет заброшенный сарай через реку Почему я этого раньше не заметил? Я все еще не верю в то, что мой дедушка Может быть связан с сделкой с пиратом Я уверен, что я смогу что-нибудь найти, чтобы доказать невиновность своего дедушки Так, ладненько, в принципе, что я могу сказать? Давайте на этом тогда закончим Знаете, мне интересно Мне интересно, если бы не было вот этого задротства с очками Если бы не было вот этого бесконечного режима, который нафиг не нужен Я бы, в принципе, даже перетерпел трофей Чтобы получить бог с ним, я бы прошел бы игру, наверное, несколько раз Перед тем, как ее либо постримить на 100%, либо на запись на 100% Также со своей озвучкой, переводом, вот это все Но вот этот вот дрочь Типа, пройди всю игру, вообще не используя подсказок Ну, с первого раза, скорее всего, вряд ли получится Вам нужно игру пройти как минимум, ну, хотя бы один раз И, может быть, по чистой случайности Я более чем уверен, то что Предметы, которые вам нужно находить, да, на картинках Они, скорее всего, будут теми же самыми, когда вы начнете играть заново Может быть Может быть, они поменяются Может быть, нет Бог его знает А так, прикольно то, что есть какие-то предметы, которые нужно еще находить Дополнительные, которые, типа, потерялись во времени, типа, вот этих часов Прикольно то, что на каждой, ну, на локациях нужно 150 клеверов собирать Тоже, знаете, зрение напрягать Вот, в гайдах по-любому написано Их местоположение фиксированное Ну, вот, конечно, система очков меня удручает, да Но, в целом, игра мне понравилась И когда-нибудь все-таки я переборю свою нелюбовь к режиму набора очков в таких играх И запишу вам прохождение на соточку В принципе, сюжетно мне пока интересно Что ж там будет дальше Ну, а на этом все Мои дорогие, любимые, котаны и кошечки Спасибо всем из вас, кто посмотрел этот летсплей Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки А ознакомьтесь с описанием под этим роликом Там увидите много различной полезной информации Включая ссылочки на карту Сбербанка, Донейшн Алёртс и Бусти Спасибо всем из вас, кто на меня подписан Кто меня смотрит, кто проявляет активность на канале Кто подкидывает мои денежку и поддерживает финансово на Донейшн Алёртс Либо на Бусти И благодарю всех своих спонсоров, которые поддерживают меня на Бусти Спасибо вам за это Большущее Берегите себя Всем от меня прощальный кусь И, как говорится в одном из моих любимых фильмов Увидимся, когда увидимся А увидимся мы с вами в скором времени Либо на стриме, либо на следующем летсплейчике Берегите себя Всех обнял и всех люблю